Всем привет! В одном из прошлых видео я делал видео обзор ароматных орхидей, которые цветут и пахнут ванильно-цитрусовыми запахами и ароматами в одном из сетевых магазинов. Не буду делать ему рекламу, называть. И многие из вас у меня спросили, Георгий, а какую же ты красотку себе приобрел среди этого красивого многообразия орхидейного садика того магазина? Да, я не смог пройти мимо и кое-что себе прикупил. Не мог оставить одну из орхидеек, которая была раненая. Ее листочки были пробиты, и она такая грустная стояла, что мое сердце просто сжалось, и я ее схватил и унес ее домой. Да, она не ароматная, но она является одной из редкостей, потому что такого цвета орхидеи практически не встретить в магазинах. Да и в интернете их днем с огнем не сыщешь. Это маленькая малявочка, которой я вам сейчас маленький обзорчик на нее покажу. Кстати, за моей спиной растет удивительное растение. А чем оно удивительное, кто знает, напишите в комментариях. Кто не знает, я расскажу в одном из следующих видео. Ну вот, такая вот орхидеечка, еще в упаковке. Только я ее привез, сейчас снимаю на видео из магазина. Взял ее за 329 рублей. Она в таком была разряде полууцененных. Вот такое вот неплохое состояние. Состояние корней. Почему такая цена, я покажу сейчас чуть позже. Смотрите, все такие сочные. Сочные, такие крупные корни. Но видно, что она, мне кажется, из горшочка вываливалась слегка. Вот такие листики у нее. Корни воздушные. Вроде вот, если посмотреть, никаких... Называется вот она орхидея фалинопсис микс. Просто без названия, без определения сорта. Вот такие листья. И сейчас я вам ее покажу крупным планом. Что это за красотка. Этикеточка, как всегда. Голландия. Голландская. В этот горшок я ее посажу. Ну, пока просто попоить поставлю на несколько дней. В этот горшок посмотрю, как она будет реагировать. Сейчас я постараюсь снять упаковку. Вот такие вот цветы, смотрите. Прекрасные. Превосходные. Вот они. Это оранжевая орхидея. Оранжевая орхидея называется Golden Fish. Золотая рыбка. Да, друзья. Это именно и есть золотая рыбка. Постараюсь разрезать одной рукой пакет ножницами. Вот так. Может быть, надорву. Сейчас покажу вам ее. Настоящий цвет. Нет. Все-таки надо ножницы взять и ножницами разрезать. Постараюсь не сломать ее. Вы, наверное, уже заметили повреждение у этой орхидеи. Почему ее немножко оценили. Видите, у нее там лепесточек. Так. Как бы тут корень не отрезать. Аккуратно так. Вы первые вместе со мной, кто видит ее сейчас распаковку. В живом, в первозданном виде. Вот такая она. Оранжевая. Посмотрите. Видите, повреждение на лепестке. Как будто бы пробито чем-то. Нижний лепесток у правого. Цветочка порванный. И второй рядом завядший. Ну, вот какое-то механическое повреждение. Получило растение. Я специально его снимаю на темном фоне. На телевизоре. Черном экране. Чтобы виден был контраст. Вот она. Лепесток. Чем-то поврежден. Пробит. Поэтому, конечно, потерялся товарный вид. На подарок он не годится. А вот просто для архаманов продать. По уцененной цене. Магазин вот это вот с удовольствием сделал. А я был первым, кто прикупил. И многие скажут, что эта орхидея похожа на сарфсонг. Обзор которой я вам недавно делал. Песнь при бою в переводе тоже оранжевая орхидея. Но давайте посмотрим на нее. На сарфсонг. Сравним. Вот, посмотрите. Это сарфсонг. Митька пытается сравниться с орхидеей. Ну, вот посмотрите на цветочек. Он имеет сарфсонг более такой коралловый оттенок. Скажем так, кораллово-кирпичный. Внимательно. Если при ближнем рассмотрении, то можно увидеть еще и окантовку у листиков. И цвет. Окрас у лепестков. Он более ровный. Коралловый такой ровный цвет. Издалека он создал какой-то такой более малиновый. Обратная сторона фисташково-оранжо-мангового цвета. И листья, похоже, как будто вырезаны из аппликационной бумаги. Вот такой сарфсонг. Он высокий. Имеет разветвленное цветение. Много цветков. И он, скажем так, очень незначительно отличается от той золотой рыбки, которую я... Видео-обзор, который я вам сейчас делаю. Которую я прикупил за 329 рублей. Видите, она более такого кораллового. Внимательно посмотрите. Сарфсонг более кораллового цвета. Я специально долго снимаю, чтобы вы еще и Митькой полюбовались. Митькой полюбовались. Вот такой вот сарфсонг. И, конечно же, конечно, селфи мое с сарфсонгом. У которого более ровный цвет. А вот у золотой рыбки, присмотритесь на лепестки, есть прожилки продольные по лепесткам. Это вот как раз и отличает. Самый главный отличительный признак золотой рыбки от других оранжевых орхидей. И именно сарфсонга. Камера, конечно, не передает более четкого цвета. Но именно у этой орхидейки, которую сейчас показываю, золотой рыбки, оранж фиш, у нее более желто-оранжевый цвет, чем у сарфсонга, который имеет более коралловый оттенок. А листья у них, посмотрите, практически одинаковые. Имеют длинную продолговатую форму. И одинаковый практически цвет. Вот, смотрите, чем-то опрыскивали в Ашане. Налет остался. Но это и нормально. Из-за долгой транспортировки. Это скорее даже опрыскивают не в Ашане, а в самой оранжереи перед отправкой. Вот воздушные корни. На мой взгляд, растение в очень хорошем состоянии. Субстрат сухой. Нужно будет поить растение. Ну, да, на листьях вот этот вот налет. Вот отсветший бутончик валяется. И вот такие вот, видите, корни. Зеленые, хорошие, сочные. Несколько дней, наверное, назад был полив этой орхидеи. Она вот уже на стадии просушки. Я помещу горшочек в воду, в отстоявшуюся воду, в обычную, в простую. Просто поставлю на 2-3 дня и посмотрю за реакцией орхидеи. Чтобы принять дальнейшее решение, что с ней делать. Пересаживать ее или не пересаживать. Но, в любом случае, конечно, в горшок внутрь нужно будет заглянуть. Но, если после паяния никакой живности не вылезет внутри из горшка. И орхидея не будет показывать каких-либо признаков, что ей что-то не нравится. Я, конечно, пересаживать ее пока не буду. Дождусь ее, пока она отсветет. Вот такие, смотрите, какие прекрасные желто-оранжевые листья. И это, друзья мои, орхидея Golden Fish. Золотая рыбка. Которая, конечно, схожа. Вот дырка прям такая вот. Ну, ничего. Это и делает ее уникальной, отличительной от всех. Вот, кстати, камера иногда, конечно, как бы сглаживает цветовую гамму лепестков. И она становится похожа на сарфсонг. Но сарфсонг вы видели по форме даже листьев, по форме даже цветков отличается. Ну, а цвет, конечно, вы сами видите разный. У сарфсонга более такой коралловый, а у Golden Fish более оранжевый. И вот она этикетка голландского поставщика, продавца этих красавиц. И вот такую красотку я прикупил. Ну, вместе с вами будем следить за ее развитием, за ее ростом. И что с ней в дальнейшем будет происходить. Я, конечно, буду показывать видео. Ну, вот, друзья, вот такой вот обзорчик маленькой красотки вот этой вот получился. Она действительно очень красива. Она уникальна в своем роде. Надеюсь, что ей у меня понравится. Хотя прошло уже пару дней, как я снимаю это видео, она себя чувствует прекрасно. Вот она сидит у меня, пьет вот в таком горшочке на сегодняшний день. И в ближайшее время я пока, конечно, ее пересаживать не собираюсь. Пусть она адаптируется, пусть она привыкнет. И потом посмотрим вместе, что с ней сделать. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь. И вы будете первыми узнавать о моих новинках, вот этих вот красоток. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео.